Добрый вечер. Добрый вечер. По-разному складывается у них игра, разные судьбы, но заодно как раз это и будем посмотреть. Дамир сегодня с нами. Может кто-то еще подключится. Дамир, привет. 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 Интересные матчи ближайшие четыре, то есть они так же, как и мы, играют со всеми лидерами, с нами, с Тобовым, с Актобе, между собой, то есть вот эти четыре ближайшие тура, ну, два, получается, в августе, два в сентябре, наверное, на 80% предрешат именно борьбу за золотые медали, я все-таки думаю, что, ну, по логике золотые медали или Астана, или Адабасы разыграют, но только если они обе тормознут, и Актобе рванет, но об Актобе отдельная речь, по связи с Еврокопой мы поговорим, потому что не верю, что Актобе сможет такой отрыв отыграть, особенно в той позиции, в которую команда оказалась, ну, давай, в принципе, по матчу предварительно мы с тобой говорили, вот мы сказали, что мы периодически будем обсуждать Еврокопки наших казахстанских команд, давай именно обсудим это, ну, как раз начнем с Актобе, когда Дедамир есть, мы обсуждаем Актобе, и всегда это получается достаточно интересно, зрители с Актобе набегают, поэтому посмотрим, что будет после видео, все рекорды бьем. Смотри, Актобе в гостях играет 1-1 в ничью, казалось бы, есть хороший результат перед домашним матчем, ты смотрел вообще, как они играли в Еврокопках, знаешь, ты смотрел? Нет, вообще, знаешь, я посмотрел чуть-чуть вот Скута Иси, когда они играли, мне гостевую игру, ну, то есть гостевую я так посмотрел одним глазом и ушел, там, что-то, счет был еще тогда 0-0, что-то 1-0, кажется, пользу жду Актобе, и ответ на игру тоже я включил, просто случайно, просто потому, что где-то кто-то в чате там писал, что играет, я думаю, дай-ка зайду, потому что мне было интересно посмотреть, так как я знал, что я вот, это был как раз в четверг, опять все должно было вылетать там, да, в Актобе, и ожидал, что, в принципе, без проблем разберутся, ну, ну, понятно, что все решилось в первой игре, но, считаю, что они проиграли 1-2 у себя, и это как-то, ну, для меня было немножко странно, думаю, ладно, окей, ну, как бы, вообще, скажу так, в Еврокопках, да, вот, кто-то там есть, там, говорят, вот, мы болеем за свои команды, а в Еврокопках мы там все должны быть вместе, болеть за всех наших, за все наши команды, я абсолютно с этим не согласен, да, просто добавлю, да, что в Еврокопках я вообще ни за кого не переживаю, кроме за, как за Кайрата, да, там, но, к того у меня нейтрально, да, по отношениям, вот, и тем более, когда играют там, ну, будем говорить по-честному, открыто, что, как бы, Астана и, там, как бы, враги, да, я не смотрел на их игру против румынской этой команды, Сепси, да, я до сегодняшнего дня не знал о существовании, да, такой команды, я знаю, что есть, там, Бухарест, да, Динамо, там, еще какая-то там команда, Стяула, а это, думаю, что за ноунейма, да, вот, и тоже, как бы, узнав, когда результат, что счет они сыграли 1-1 в первой игре, в том, что они выигрывали 1-0, опять-таки, я не смотрел эту игру, я почему-то думал, что они дома разберутся, учитывая, что какая атмосфера царит на стадионе, которую я вживую видел, я думал, что, как бы, боячки их зарядят, и они, там, на всех парах вынесут эту команду, но они проиграли, ну, проиграли все, как бы, ну, обычно я всегда бываю рад, когда наши, как сказать, соперники, по чемпионатку встанули, враги у нас, ну, можно назвать, горят, да, также я был очень рад, когда и Астана сильно попала, очень больно, поэтому, ну, что могу сказать, рад за румын, молодцы, но, конечно, результат меня удивил, с одной стороны, вот, ну, и с другой стороны, после того, как я читал, там, тоже, инсайд Кажахмета, когда он, там, раскидал по полкам руководителя, вредителя, да, и что он в преддверии Еврокубков ослабил команду, купил каких-то, там, ноунеймов из низших чемпионатов, а хороших игроков, типа, на экономии Еврокубков отпустил, да, ну, что тут можно сказать, стреляют себе в ногу, там, да, или копают себе яму, можно как угодно говорить это, и поэтому, как бы, видя, какой там руководитель, это неудивительно, поэтому, ну, и просто так же добавлю, что зря там тоже болельщики, там, что-то на Карповича бочку катят. Я считаю, что он, как бы, тренер нормальный, он делает свое дело, как может, у него, и какой материал есть, такой есть, он из этого пытается что-то слепить, и что-то из этого сделать, и сработается. Конечно, состав в целом у него все-таки по именам получше будет, чем у нашего Кейкена, да, по подбору, но, учитывая, что они потеряли 2-3 игрока, вот эти вот, Умаев, Жулпа, и кто там еще, а, видимо, у них, видимо, он бы, конечно, топовый игрок. Ладно, как говорится, это понятно. Там травма. Да. Но основные игроки были сильнее тех, что пришли сейчас. Вот и, наверное, причина, и проигрыш. Я согласен, полностью ничего. Абсолютно непонятная стратегия этого Куленко. Скоро говоря, я после нашего матча гостевого Соктабе как-то прослушал его 50-минутное интервью, как-то вот сел, ну, просто в Ютубе выскочило, и послушал, посмотрел, ну, честно говоря, как-то он меня не впечатлил. Шаблонные такие фразы, пафосные фразы, я за все отвечаю. Ты отвечай тогда за все. Вот Изотов, вот она начинает его сравнивать с Ярцевым, Спартаковским, там, ветераны должны знать, что, типа, Спартаковец и Ярцев в свое время пришел из второй лиги, и сразу стану лучшим бомбардированием чемпионата СССР. Ну, посмотреть. Ну, Изотов, я отвечаю, как-то он выходил, ну, вообще не впечатлил. Это раз. Это во-первых. Но, во-вторых, если правда, что зарплата его 5 миллионов, то, я не знаю, то это такая зарплата, конечно, взорвет, откровенно говоря, ситуацию в коллективе. Там, я не уверен, что все казахстанцы в октябре, ну, хотя в октябре могут себе позволить, мы про 5 миллионов, что-то, если это действительно так, то это на пользу никакому коллективу не поет. Если приходит на ОНН и ему дают 5 миллионов, извините, так не должно. Да, за что? Игрок с ФНЛ-2, там, чуть ли не третий дивизион России, чем он лучше местного игрока? Вообще ни разу. Можно с таким же успехом поставить другого игрока, там, не знаю, из QJ лиги, там, да, с молодежки кого-то поставить. Это хоть будет наш доморощенный, ладно, вот это вкладывание в будущее, а так. Да, он будет за город рвать, там, да, там какие-то чувства у него, да, там, патриотические будут, за родной город, все такое. Просто наемник какой-то, легионер, ноу-нейм. Ну, это бич всех наших клубов в целом чемпионате. Позвать какой-то шлак из низшего дивизиона, накидать ему большой зарплаты, из которой половина, там, имеет руководитель или Аким, или, там, какие-то комиссионные, там, агент. Ну, чисто такой классический сценарий, где-то вот обрезать, распилить, что-то обмыть, там, да, вот эти, короче. Потому что слабо верит, что он 5 миллионов сам получает, это во-первых. Плюс я еще так подозреваю, что у него за разрыв контракта ему выплатят все оставшиеся суммы. Вот так и возникают долги у клубов. Ну, Актобета, мне не надо объяснять, болельщики Актобета, вдруг вы будете смотреть, мне не надо объяснять вам. Вы уже один раз долгами попали до такой степени, что вы вынуждены были вылетать, вам трансферы перекрывали. То есть, ну, у вас уже это было, и все это, как говорится, хотите повторить заново. Несмотря на то, что этот Кулен говорит, да я в 90-е годы здесь с Токтюбинсом, там, это, так сказать, ну, вопросы его вопросу. Там Куаныш хочет подключиться, Куаныш у нас на стадионе в Каспии. О, привет, Куаныш, золотая цепочка. Какой там счет? Привет, вы что, конференции имеете? Да, да, да. Мы в записи. Мы пропустили два гола нелепых. Кезалжар, видимо, да? Кезалжар, что-то. Ну да, Кезалжар, что-то. Ошибки были в обороне. Пропустили что-то. Что-то Касту вообще не забивают. Ну, обидно, обидно. Мы на Каспии надеялись. Ну, я что-то не понесли на какой-то, а? Мы на Каспии надеялись. Вы что, запустили в Канкер? Ну да, мы в записи, да, мы в эфире. Тебя вырезать мы не будем. Да, поэтому не матерись, пожалуйста. Когда я матерился-то? В принципе, получается. Пойду я в футбол смотреть. Давай, давай. Если что, давай. Гол забери, Каспия выходи в эфир. Ну, поэтому, как говорится, с Актоби все ясно. Правильно демонстрировал. Выстрел себе в ногу самоубийство. Вот так перестраивать состав перед Еврокубками, когда ноги там усиляют, состав пополнит. Честно говоря, большие вопросы. Да, страдают всегда болельщики, кого, собственно, всегда жалко. Болельщики жалко, они себя отдают. Всего он болеет. Они заслуживают лучшего руководства. Однозначно, однозначно. Но это вопрос к Атимату. Атимат должен посмотреть, что он, что он, что он говорит. Атимат должен посмотреть, из чего спрашивают. А вот такое это, я вот отвечаю, я там это. Ну, знаете, вот так все можно отвечать. Вот люди приходят, новые люди, неважно там, футбол, клуб, не футбол. Приходят и говорят, вот, и начинают экспериментировать. И говорят, я отвечаю. А чем ты ответишь? Ты ничем не отвечаешь. Я потом уволю, ты все. Вот ты получал огромную зарплату, и все. Обеспечился на какое-то время, и все. Ничем ты не ответил. Вот если бы тебя всюду на протоку забрали, вот тогда бы ты отвечал. А так ты ни за что не отвечаешь. Ну, ладно, Ак-Табе, как говорится, прошедший этап. Переходим к Табулу. Вот до Мирского к Табулу отношусь не правильно. Я уважаю Табул, честно говоря. Хороший клуб. И надо отметить, Табул – это единственный клуб, который начал в виде конференции с первого группового, с первого консультационного раунда. То есть он не так, как Ак-Табе и Ардабасы со второго. Он как занявший третье место. Он идет с первого консультационного раунда. То есть они прошли первый, второй, прошли третий. Проходят базы, прошли ирландцев по пенальти. Тяжелая игра была, и домашняя была тяжелая игра. Такой шальной гол от Франкового. Там пропустили, на 0-1 сыграли, по пенальти 6-5 выиграли. То есть команда борется. Команда вышла в плей-оу в линии конференции. Играть ей с Викторией. Плезинг, кстати, там и нарус у нас там будет находиться. Может быть, он обещался быть на том матче. Поэтому, видишь, более полную какую-то информацию будем иметь. Может быть, отдельно по этому поводу тоже будем выходить. Достаточно интересно играет Табул. По крайней мере, борется при всех отношениях. Состав у него, наверное, не самый лучший. Там Чесноков пропускал матч. Один из таких неплохих крайков ебаногих. Поэтому Табул у меня лично только уважительное отношение. Борется действительно. У них, наверное, самый тяжелый был соперник в линии конференции. Молодцы. Табулу есть еще с Крайдами? Ну да, есть, конечно, да. Как я уже сказал, нейтрально даже. Вот такой клуб, которому я не спыду ни в кого там неприязни, ненависти. Соперник, соперник. Даже если там Кайрат, если бы там им когда-то там где-то проигрывал бы, то никакого там печали нету, да. Вот. И да, я смотрел, во-первых, чуть-чуть некоторые игры их Табулу, да. Я не смотрел, как они играли с финнами. Я, кажется, чуть-чуть пропустил первую игру их с финнами, да. Что-то я эпизодами смотрел, когда они 1-0 выиграли, потом я опять куда-то ушел, то есть проигрывали. И, по-моему, первый тайм смотрел ответ на игры. Как бы там, в Финляндии. Посмотрел первый тайм, игра была очень скучная, я выключил. Смотрел просто потому, что инфраструктура стадиона мне понравилась. Я хотел так, картинка была интересная, посмотреть, да. Всегда интересно посмотреть, как развита инфраструктура там где-то в Европе, тем более не в самых таких футбольных странах, да, как Финляндия. Вот. И что еще? Смотрел я их игру с Базелем. Не полностью, именно первую игру, да. Как ни странно, я тоже что-то смотрел, когда они начали гореть 1-0, потом у меня просто не было сил, я уснул. А потом просыпаюсь, счет 3-1. Ну, да, на следующий день я был очень дико удивлен. Потому что Базель самый сильный соперник вообще из того, что было там, да, у Тобола. Даже у Ак-Туби, по-моему, не было таких соперников калибра Базеля вообще. И казалось бы, что все можно было хоронить Тобол, да, но они прошли. Зато я посмотрел ответную игру, мне было просто очень интересно, как отреагируют швейцарцы после первой игры. Там, конечно, не без Валидола, но они прошли, да, там. Вот. С Дэви Сити тоже чуть-чуть посмотрел. Я не видел этого гола, да, когда они забили 1-0. Уже потом я пришел, смотрю, 1-0 ведут. Потом просто посмотрел в обзоре, что гол-то был забит красиво. Ну и ответку я тоже не смотрел вообще, когда вот эти матчи были одновременно, да, в один день. Там Астана с Лудогорцем играла, кто-то с Эпси, и там позже всех начал как раз с Тобол. Все-таки рабочий день, я просто лег спать, и мне уже было все равно, да, там. Вот. И что будет с Викторией Пельзень, да, там трудно сейчас сказать. Мы тоже сейчас говорили, а, там Базель одной ногой прибьет, да. Не тут-то было. Я думаю, что Тобол поборется, побородается с чехами. Я думаю, что там где-то даже 50 на 50. Просто у Виктории, да, Виктория же, да, или Виктория, как это правильно назвать. Они играли там когда-то несколько лет назад там в групповом этапе Лиги Чемпионов. Где-то в групповом этапе Лиги Европы они светились. И поэтому как бы какая-то ассоциация в голове отложилась, да, как память, что, ага, эта команда играла в групповых этапах, значит, она сильная, да, значит, они фаворит. Ну, Базель тоже был фаворитом. Они полфиналисты последней Лиги Конференции, да. И до сих пор в памяти их противостояние с Кайратом, да, в группе Лиги Конференции. И, ну, того можно сказать только честь и хвала, что они с первого раунда дошли до плей-офф. Наверняка они там какие-то деньги заработали и заработают еще, да. Это тоже плюс к бюджету клуба. Вот так клуб сам и зарабатывает, да, деньги через такие вот игры. К чему должны все клубы стремиться, да, там, как говорится, частному инвестициям и так далее. Вот. Ну, молодцы. Я, если они пройдут групповый этап, это будет просто как бы шикарно. Ну, не скрою, что я буду где-то рад за них, если они пройдут. Это действительно история, если они пройдут, потому что можно сказать, что они идут по пути Шахтера, когда мы в 2021 году, когда мы вышли в группу Лиги Конференции, но это не совсем так. Шахтер тогда играл со второго коллекционного раунда, там был тут уже трех соперников прошел, поэтому им уже честь и хвала, молодцы. Если, так сказать, они пройдут, то это действительно молодцы. Вот только честь и хвала им, Дамир тут прав. Ну, и переходим к самому сладкому сопернику, к Астане. В принципе, после 2-1 дома, где Астана, в принципе, во втором тайме, ничего не скажу, придавила прилично Владогорец. Казалось бы, какие-то там шансы у них есть пройти Владогорец и, так сказать, обеспечить себе уже групповой этап, минимум групповой этап Лиги Конференции. Ну, и, скорее всего, был бы групповой этап Лиги Конференции, потому что что-то не верю я, что они могли бы что-то противопоставить Аяксу. Но гостевой матч 1-5, как говорится, все, то есть это очередной раз показало, что есть Астана. У Астане-то, там, в отличие от Актобе, от Табола, жаловаться на состав вообще, я не знаю, это был просто позор, потому что они так серьезно укрепились. И, как говорится, пока выходит пшик, там, говорится, Ян Варагозский очень хотел играть в Лиге Чемпионов, но, Ян, тебе в лучшем случае придется играть в группе Лиги Конференции, и то, если вы Албанцев пройдете. А это большой вопрос. Кто скажет? Ну, скажу так, да, конечно, Албанцы, это не те, не тот команды из Люксембурга, который я даже не помню, да, против которой Кайрат играл в плей-оффе Лиги Конференции, да, и без проблем прошел. Мне кажется, что все-таки Астана, как бы, не мы тем-то катанием с горем пополам, но все равно пройдет в группу Лиги Конференции. Ну, это чисто по ощущениям, да, так как, ну, вспоминается, знаешь, я не смотрел эти игры, не первую, не вторую игру, да, опять-таки, рабочий день уже был. Ну, когда Астана выиграл 2-1, я почему-то чувствовал, что так, надо спокойно, там сейчас, в Болгарии, они их прибьют. Я был уверен, что Астана не пройдет Лиги Конференции. Знаете, как бы, посмотрев на то, как они играли против Закарева, опять-таки, я тут говорю, не смотрел. Очень странно, что я посмотрел счет 0-0, да, как бы, кусок первого тайма, потом, когда снова включил телевизор и смотрю 3-0, они что, какие-то там 5-6 минут пропустили первого тайма 3-0, 3 мяча, что ли, ну, то есть, как бы, там был счет какая-то 30-ая минута. Я думаю, неинтересно, выключусь и пойду дальше по своим делам. Так вот, я вот почему хочу акцентировать этот момент, когда мы вышли в Лигу Конференции, в группу, да, как, типа, первая команда, которая попала в групповый этап Лиги Конференции, нового турнира, между прочим, да, как бы, это третий по значимости Еврокубок. Многие, я помню, в интернете глумились, там, бедный Боранбаев никак не поможет со своим кайраном попасть в группу Лиги Европы, там, или выиграть чемпионат и попасть в Лигу Чемпионат, что для него специально, там, товарищ Чеферен, который его друг, да, с УЕФА, придумал чисто ради Кайрата такой турнир, да, все глумились, там, рассказывали. И когда, я помню, тоже этот самый Станимир Стоилов, который тоже, там, у него что-то спросили, в тот же год, 21-й, что вот, Кайрат, единственный клуб, который играет, там, в Еврокубковой осени. И он такой, ну, типа, ой, ну, они туда попали, там, что их, там, благотворить, да, хвалить. Они туда попали просто потому, что вылетели, там, с Лиги Чемпионов на ранней стадии и вылетели с Лиги Европы. А так, то, что они попали в Деньку Конференции, там, ни разу не достижение. Так что, вот, мол, там, я тут в Лигу Чемпионов попадал с Останой, вот, что там сравнивать. И вот, как бы, все эти рассказы были. А потом, когда на следующий год, тот же, в 22-м году, тот же Табол никуда не попал, да, между прочим, на тот момент действующий чемпион, да, они выиграли чемпионат в 21-м. И другие команды, никто не попал через Лигу Конференции, да, никто почему-то что-то ничего не говорил. А что ж тогда Табол тот же через Лигу Чемпионов, всю вот эту сетку Лигы Европы, не попал в эту самую группу, да, Лигу Конференции? Как видим, это не так просто. Сразу провалился в Лигу Конференции и там надолго, к сожалению, не задержался. Да, это вот сейчас такой отбор, что если ты пройдешь в Лиге Чемпионов первый раунд, то у тебя большие шансы, в общем, пройти. Если не пройдешь, у тебя очень слабые шансы, несмотря на путь чемпионов и так далее. Вот Дзамир вспомнил Стаилова, я вот почему-то сейчас подумал, что а нужен ли Астане сейчас будет групповой этап Еврокубка. У них еще, они, скажем так, столько игр за себя на переносение. Им еще придется две игры сыграть в августе, потом играть в сентябре, октябре, ноябре. На начало декабря, по-моему, группа тоже играет. Да, где уже некуда будет переносить игр. Да, переносить уже некуда. И есть большая вероятность, что силам просто не хватит на чемпионство, что Ардабасы спокойно уйдет от них в отрыв. Почему, значит, я вспомнил, я вспомнил 15-й год, когда перед решающим матчем в Алмате, тот же Стаилов, которого ты назвал, в Лиге чемпионов, в групповом этапе Лиге чемпионов отправляет второй состав, выставляет второй состав. В Мадрид. Да. Против Атлетику, да. В Лиге чемпионов, где надо показывать, что мы, казахстанский футбол, куда. Вот это самый престижный турнир. Ради того, чтобы как-то удачно сыграть в Алмате. Ну, это вообще. Поэтому я, учитывая все тоже руководство, я не исключаю, что они, албанцы, просто могут слить и до свидания. И все, чтобы все силы кинуть на чемпионат. Потому что в группе, вот ныне с нынешним тренером, нынешним составом, лишние шесть матчей, они просто к концу чемпионата не выдержат. Они часто не выдерживают. Не могли, до Лугогорца, они четыре игры не могли забить. Не то, чтобы выиграть. Они ни одного голова не могли забить. Проблема же в этом. Потом, да, еще нужно добавить, что Астаналь давно не играла в чемпионате. Мне кажется, то, что они там откладывали вот эти игры, переносили, тоже сыграло с ними в злую шутку. Почему? Потому что, возможно, они могли потерять этот самый, как сказать, правильное-то слово. Тонус, тонус. Тонус, да, все верно. То есть игровой тонус могли потерять. Лучше бы они играли, но были бы в форме. Понятно, они все боялись там травмы получить или еще что-то. Но лучше все-таки играть. В Европе же играют так. Почему бы у нас не играть? Мы же не весь чемпионат так играем, да, только вот период жарких вот этих игр еврокубковых, да. Как бы клуб вылетел с Кубка Казахстана, да, и будут ставить все силы там, наверное, на чемпионат. Все может быть. Опять-таки, что же я хотел сказать по стране? Что-то в голове верится, но не могу просто произнести, да, про очень много там. Такой поток мыслей приходит. Вот касаемо чемпионата, да. Ну, мы затрагивали прошлый раз, что чемпионат свой надо уважать. Конечно, да. Просто, опять-таки, да, верно вот подметил, я тоже думал про Лигу чемпионов, что сильно там, наверное, какой-то формат изменился. Я точно не знаю вот этих деталей, да, почему стало вдруг тяжелее играть в Лиге, почему сразу начинают попадаться сильные команды, да. Раньше так не было. По крайней мере, даже останавливали Лигу чемпионов по-другому попадал. Мишель Платини когда был, он специально делал так, чтобы клубы не из топовых, там, каких-то чемпионатов имели шанс быть более равными, да, соперниками играть. Там и были у них Финный тот же Хик, еще кто-то. Вот. А сейчас, да, тяжело. Я просто думал... Да, сейчас я думаю, что всего шесть команд проходят в отборе Лиги чемпионов. И уже шесть проходят. То есть, в принципе, двадцать шесть уже известны. И в отборе играют только шесть команд. Вот это сейчас очень сложно. Причем по пути чемпионов только три проходят, по пути представителей только тоже три. То есть, конкуренция бежит. И очень сложно. У нас уже время заканчивается. На этом будем, так сказать, подводить кое-какие итоги. Напишите в комментариях, понравился ли вам новый формат. Надо ли нам проводить такие, так сказать, дотуровые встречи, превью, так называемые. Скажем так, обсуждать, чтобы можно проанализировать, что мы говорили до матча, что мы будем говорить после матча. Нравится ли обсуждение наших команд в Еврокубках. Мы будем немного, так сказать, развиваться. Может быть, среди недели получится где-то выходить какие-то эфиры. Начинается сезон в Еврокубках. Действительно, может быть, какие-то топовые матчи в Лиге чемпионов или в ведущих чемпионатах тоже будем стараться обсуждать. Ну, по крайней мере, хотим развивать канал, поэтому подписывайтесь на канал. Распространяйте это видео. Пускай будет больше подписчиков. Нам нужны комментарии, интересные комментарии. Где-то мы на них будем отвечать. Поэтому, Дамир, спасибо за сегодняшний эфир. Встретимся или завтра, или в понедельник. Как получится, я говорю, в зависимости от остального. Спасибо. Болейте за Кайрат. Молодой Кайрат. Всем счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok